Календарь автомобильной истории В котором мы вспоминаем какие события из истории автотранспорта, автомобилестроения и всего, что с этим связано происходили много лет назад, а быть может и совсем недавно. Итак, сегодня вспомним события 6 октября. 6 октября 1948 года на автосалоне в Париже впервые представлен Citroën модели 2CV или по-французски «Дошево». Микролитражный автомобиль от Citroën выпускавшийся по 1990 год. Производство гадкого утенка началось в 1949 году и продолжалось вплоть до 1991 года. 2CV проектировался как сверхдоступный по цене, простой в обслуживании и ремонте, утилитарный автомобиль, годный для неблагоустроенных дорог и перевозки небольших грузов. Он должен был заменить французскому ферверу лошадь и телегу, гражданину велосипед и извозчика. И это у него получилось. Машина получила легко обслуживаемый двигатель, регулируемую пружинную подвеску на продольных рычагах, относительно большой клиренс. Съемная матерчатая крыша позволяла перевозить негабаритный груз. Подобно Volkswagen Juco, 2CV выпускался во многих странах не один десяток лет. 6 октября 1955 года на 42-м парижском автосалоне Citroen впервые показал публике DS. Поистине революционный автомобиль. Автором автомобиля был Фламинио Бертони, итальянец, кстати, не имеющий никакого отношения к итальянскому кузовному ателье Бертони. Он жил во Франции, работал в кузовной фирме, а позже перешел в Citroen. Бертони фактически прогласил эру итальянского господства в автодизайне. Автомобиль получил неофициальное название «богиня» из-за того, что DS по-французски звучит так же, как слово DS, богиня, извините за мой французский. К концу дня 6 октября после презентации на автосалоне было получено 12 тысяч заказов на новый автомобиль. Появление автомобиля стало огромным культурным и политическим событием послевоенной Европы. В дальнейшем он неоднократно фигурировал на страницах журналов и газет, причем в статьях на всевозможные темы, от политических и светских до спортивных. Он также снимался во множестве фильмов. Вспомните хотя бы Фантомас. 6 октября 1998 года собран первый Saturn LS. На разработку этой модели концерном General Motors было потрачено более миллиарда долларов. Руководство компании возлагало на машину большие надежды. Однако в реальности спрос на Saturn серии L оказался гораздо ниже. Так в 2000 году было продано 94 тысячи седанов и универсалов вместо запланированных 192 тысяч. Рестайлинг 2003 года не смог улучшить ситуацию и уже в 2004 году производство модели было совершено. На сегодня все. Завтра ждет нас новый день и новая серия проекта Календарь автомобильной истории. Каждый день ровно в 20.00 на нашем YouTube канале смотрите свежий выпуск календаря. Оставайтесь с нами. Удобнее будет следить за выходом новых серий, если подпишетесь на канал Техноенод на YouTube. Делитесь своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях к видео. Будет очень здорово, если поделитесь нашим видео в социальных сетях или просто расскажете о нас своим друзьям. Спасибо за просмотр. До завтра.